Мы начинаем цикл бесед, посвященных к очень краткому концептуальному анализу книги Иова. Именно я подчеркиваю, это концептуальный анализ, то есть все-таки это значительное количество глав, больше сорока, и толковать все эти главы, конечно, очень нужно и важно, хотя на поверку очень мало кто из святых отцов этим занимался. Они знали про книгу Иова, она была им интересна, но и была-то нам интересна именно в концептуальном смысле, потому что книга Иова, она, по сути дела, состоит из зачала, в которых рассказывается, происходит завязка сюжета и потом очень длительная, продолжительная развязка сюжета, начинающаяся с речи Илюя, речи Бога на 4 главы и последней, итоговой главы. Это развязка сюжета. А все остальное пространство, больше, ну это около 35 глав, это диалог Иова с друзьями. Рассказ, дискуссия, спор, аргументация, в ней очень много интересных мест, но в целом это вот некая такая полемика людей, нет большой принципиальной потребности в том, чтобы каждый этот стих или все эти речи как-то истолковать. Книга Иова как раз такая книга, которую нужно осмыслить концептуально, то есть понять вообще о чем эта книга, чему она нас учит. И вот несколько бесед по книге Иова мы попробуем с вами и провести. Итак, Иов это человек, который праведен, который называется Богом, самым праведным человеком в то время на земле, только в конце мы выясняем, что он даже не был из сынов Иакова, то есть он не один из 12 колен израильских, он совершенно другого рода, он потомок Исава, но тем не менее назван Богом самым праведным человеком, когда из в то время живущих на земле. И причем это свидетельство, оно именно звучит из уст Божьих. То есть не люди считают праведным Иова, они несомненно считают его праведным. Не мы с вами, размышляя и наблюдая за его речами и страданиями, считаем его праведным. А сам Бог свидетельствует о том, что этот человек праведен, и нет подобного ему на земле. Это первое. Второе, что мы знаем про Иова, это действительно некие знаки его благочестия, но это, кроме всего прочего, изобилие его материальных благ, изобилие даров земных, изобилие его семьи. Он богатый, у него много детей, семь сыновей, три дочери. Он очень много дарит милостыни и очень-очень изобилен во всех, как власти изобилен, богатством изобилен, здоровьем изобилен. И семья у него преизобилов. Во всех отношениях это весьма изобильный человек. Это мы тоже видим. И тоже нам вот буквально с первых строчек книги Иова дается об этом представление. И третье, очень интересный, и в другом месте было бы интересно рассмотреть этот сюжет, сатана является перед лицом Божьим. Вот мы как-то не привыкли к такому, скажем, запростому присутствию сатаны перед лицом Божьим. Но вот тем не менее он вместе с другими сынами Божьими приходит перед лицом Бога, и Бог спрашивает его, видишь ли, есть такой праведник Иов. И сатана отвечает. Собственно, конечно, что бы не быть праведником, когда ты со всех сторон его окружил заботой, благословением и благодать. Любой будет праведен. Вот, а ты сделай что-нибудь, реши его чего-нибудь, и увидишь, что вовсе он не такой уж и праведен. Вот это слово Бога о Иове и ответная реакция сатаны, который предлагает искусить Иова, испытать Иова, оно является, собственно, завязкой сюжета. Эта завязка очень важна, она принципиально важна, она крайне необходима для понимания сюжета Иова, но мы ее пока оставим в стороне. Мы просто поговорим, что же, посмотрим, последим за тем, что происходит дальше. А дальше происходит то, что сатана, по действию сатаны, он лишается всего своего имущества, совершенно всего, он лишается всей своей семьи, совершенно все его дети погибают, все его слуги, все его домочадцы погибают, остается только все его сокровище, все, что было у него так или иначе, собрано, оно погибает, причем это некое, ну скажем, сразу для очень въедливых читателей, слушателей, это некая, скажем, гиперболизированная форма, потому что, ну, в реальности, скажем, практического быта, естественно, у человека могут быть какие-то сбережения, тем более у такого богатого человека, как Иов, есть какое-то золото, есть какие-то там драгоценности, которые лежат на черный день, и их просто так уничтожить нельзя. Но нам дается понять, что Иов в одночасье остался нищим, остался бездетным, у него осталась только жена, и последняя беда, которая его постигает, это проказ. Проказа, это не просто очень физически болезненный, такой вот болезненный недуг, это правда очень тяжело, но кроме того, это еще и асоциальный недуг, то есть человек, пораженный проказом, должен выйти из сообщества людей, он должен стать изгоем для человеческого общества, он должен жить не в доме, он должен жить не в селении, не в городе, он не смеет просить милостыни, он не смеет появляться на улицах города, он сидит на гноище, он сидит на мусорной куче, он сидит в специально отведенных для этих людей местах, смрадная, вонючая, гнилостная яма, в которой, если кто-то из людей жалится над ней, может приносить ему туда еду, вот, то есть он лишен, он очевидным для всех образом проклят, он очевидным образом для всех поражен, потому что мы знаем из священного писания, из книги Левит, что проказа считается именно, вот, неким наказанием от Бога, вот, и это всякая нормальная возможность человеческого общения, человеческого утешения, человеческой поддержки, человеческой помощи материальной, она иссякает, единственное, что у него осталось от прошлой жизни, это жена, вот, жена, мужественный человек, она вместе с Иовом перенесла все это, что бы там, кто о ней не говорил, и продолжает за Иовом ухаживать. Конечно, в синодальном переводе Библии до нас дошла только одна фраза этой жены о том, скажи что-то против Бога и умри, но септуагинта, перевод 70, доносит греческий вариант, церковно-славянский перевод Библии, он доносит до нас и другие ее слова, и из этих слов мы делаем вывод, что она так же бедна, как он, но она, не покладая рук, трудится в течение всего дня, чтобы заработать хоть какое-то себе пропитание, которое она приносит Иову, чтобы он не умер с головы. Она измучилась в этой тяжелой работе, она жалуется на эту тяжелую работу, она говорит, я очень-очень измучилась, у меня все тоже болит, ведь я тоже такая же старая, как и ты, но мне приходится трудиться, чтобы прокормить. Все недуги мои обострились, и она просит именно не потому, что она против Бога, эта жена, она устала страдать сама и устала смотреть на страдания своего мужа. Если страдания его прекратятся, то, по крайней мере, можно будет успокоиться и дальше спокойно доживать свой век. Вот. Сколько страдает Иов? Мы не знаем. Косвенно из перевода семидесяти и истолкования святых отцов, вот какого-то, скажем, иного, чем в Писании свидетельства, некоторые говорят о семи годах страдания Иова. Из перевода семидесяти мы можем сделать о том, что это было некоторое время. То есть жена измучилась в этом. Это ни неделя, ни месяц. Это какой-то продолжительный период времени, когда жена устала, уже измуждена этим бессмысленным, бестолковым, беспросветным страданием. Вот. Хотя, исходя только из синодального перевода, мы видим, что практически вот сегодня он сел на гноюще, а буквально завтра приходят к нему друзья. Но какое-то время там прошло от поражения проказа. Ну и просто друзьям надо узнать, решиться, собраться и прийти. Какое-то время это требует. Они, как мы дальше увидим, отнюдь не поспешно прибежали для того, чтобы помочь своему другу. Мотивация у них какая-то иная. Нам надо в этом еще разобраться. И вот сели эти самые друзья недалеко от Иова. Близко подойти они не могут, чтобы не оскверниться. Он прокаженный. Он отверженный Богом очевидным образом. Это не их мнение, это не их мысль. Это очевидным образом свершающееся на их глазах бедствие. И они сели рядом с Иовом, разодрали свои одежды. И скорбно погрузились в некий плач. О том, что вот они видят. Так они сидят сколько-то времени. По всей видимости, неделю, семь дней. И вот на окончании этой недели Иов начинает говорить. Иов начинает говорить. Это важно. Вот он начинает говорить о том, как несчастна его судьба. Почему так? Почему так происходит? Почему первым говорит Иов? В этом весь смысл сюжета. Первый должен сказать Иов. Что ему сказать? Да, собственно, нечего говорить. Так все видно. Но, представляете, семь дней сидят три человека и молчат. Кто-то же, в конце концов, должен заговорить. Вот вы представьте себе ситуацию, когда вы пришли к человеку, у которого беда. Он раздавлен горным. Настоящая беда. Не просто какое-то вот несчастье. Настоящее человеческое горе. И вы пришли к нему и молчите. Это правильно. Но когда-то это молчание должно закончиться. И человеческое сердце подсказывает, что первым должен начать речь я. Я пришедший утешить своего друга. Я пришедший его поддержать. У меня нет слов, потому что какие могут быть слова, когда у человека горе, а у меня его нет. Но я не должен, если я человек, я не должен доводить человека до такого состояния, чтобы первым сказал он. Что он может сказать? Какое будет первое его слово? Представьте, спроецируйте ситуацию. Что он должен сказать? Вот первое слово, произнесенное после того, как мы час, два, три, пять сидим, человек раздавленный горем. Естественно, это будет слово, которое свидетельствует о глубине его страдания. Когда он был один. Кому говорить о глубине своего страдания? Я страдаю. Бог видит, как я страдаю. Кому говорить? Бог знает, что я страдаю. Но тут сидит человек и смотрит на меня. Что я должен ему сказать? Почему он не говорит? Почему он не пытается меня утешить? Почему он не говорит? Брат, возьми мою жизнь. Брат, не бойся. Я все равно буду сейчас вот ходить тебе помогать, носить тебе еду. Я же богатый человек. Не переживай, жена может отдохнуть. Теперь я буду и организую поставки, чтобы тебя кормили регулярно. Но хоть что-то сказать по-человечески. Я должен это велить мне сердце, велить мне нравственный закон. Я не должен доводить человека до того, чтобы первое слово сказал он, потому что его сердце больное. Оно в очень тяжелом состоянии. Это будет обязательно слово горькое. Очевидно. Ну, мы дальше посмотрим, к чему это придет. Очевидно, это и требуется. И нужно, чтобы первое слово сказал Иов. И дальше, как будто где-то нажали кнопку, все трое друзей Элифас, Вилдад и Сафар стали говорить трое на одного. Иов сказал горькое слово. Они начинают говорить речь. Причем, как правило, речь более длительная, чем говорит Иов. И эта вещь, речь естественно обличительная, потому что Иов сказал горькое слово. Ну, представьте тоже ситуацию себе. Пришли вы к человеку, к другу, к брату, к родственнику, у которого беда. Вы такие вот верующие, правильно? Он говорит, как это все трудно. Какая наша реакция будет? Да, трудно, но мы должны терпеть. Хорошо тебе говорить, не у тебя же проказа. Или по-другому. Да не ропщи ты. Не надо ропщать, а то Бог прогневается на тебя. Да куда уж больше гневаться-то. И так уже вроде полные меры испил. Да что ты, да что ты, да перестань. Какой полные меры? Нельзя так с Богом разговаривать. Понимаете? Если он первый скажет слово, я всегда начну с ним спорить. Потому что это слово будет горькое. А мне надо доказать, что надо терпеть, надо смиряться, надо любить Бога, надо доверять и все такое прочее. Я буду много говорить. А он будет тщетно пытаться доказать, что ему плохо. Но любое слово, исходящее из его уст, будет наполнено горечью. А я против этой горечи буду возмущаться. Если бы я начал говорить, и сразу бы начал, потому что еще могу сказать человеку страждущему. Совесть, душа требует от меня только одного слова. Слово утешение. Но если я начну его утешать, тогда горького слова может и не выйти из груди этого человека. Может выйти слово благодарности, спасибо, поддержки. Может просто быть молчание. Но не выйдет горького слова. А если он скажет первый, то это слово будет горькое. А я ему возражу, а он естественно обидится. Потому что страдает-то он, а не я. То возникнет диалог. Вот этот диалог на 30 с лишним глав и возникает. Иов говорит горькое слово. А в ответ ему один за другим трое его друзей начинают возражать. Сначала Иов, потом Элифас, потом Иов, потом Вилдат, потом Иов, потом Сафар, потом Иов, потом Элифас. И так по кругу, если не ошибаюсь, три раза. Вот. То есть такое ощущение, если вы не первый, не второй, не третий раз читаете этот диалог. Не пытаетесь найти там какой-то смысл, вот истолковать, понять. А просто читаете вот так, как бы вы читали, например, художественное произведение. То у вас возникает мысль, что они просто заклевывают Иова. Они, каждый из них своей речи говорит, в общем-то, то, что ты виноват. Надо просто смириться, терпеть и покаяться. Все. А он возражает. А тот ему снова. А он возражает, а ему снова. Ему и так трудно. Я не знаю, ну, условно говоря, не знаю. Ну, сделал вид, что я не знаю, для чего пришли друзья. Но, в итоге, они не облегчили его страдания, а усугубили их. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok